Как рассказывали старики, вот эти холмы образовались во время ледникового периода, когда ледник проходил, и вот как раз вот эти холмы и образовались. Эту историю жители Старокулаткинского района хорошо знают. Бахтеевские увалы – излюбленное место отдыха местных. На территории природного заказника можно встретить уникальные растения, занесённые в Красную книгу. В прошлом году специалисты Министерства природы провели исследования в границах ландшафтного заказника и признали Бахтеевские увалы – зоны охраны. Также проведены работы по особо охраняемой природной территории Виновская роща. Там подтверждён статус опыта. На сегодняшний день проводятся работы в рамках реализации национального проекта «Экология» по рекультивации нарушенных земель и загрязнённых нефтепродуктами. Далее данная территория будет использоваться как парк. Всего в регионе располагается 137 особо охраняемых природных территорий. В прошлом году провели работы по зонированию 13 объектов. Это позволит включить их в туристический потенциал области. Его обсуждали и в правительственном совещании с участием губернатора. Алексей Русских отметил, что географическое положение и транспортная доступность удачно соединяются с уникальными природными достопримечательностями. Задача профильных ведомств и глав районных администрации – создать спрос и наладить сервис. Создать доступную и обязательно современную инфраструктуру, чтобы у каждого жителя и гостя региона была возможность свободно, без проблем посещать эти природные объекты, нарушая при этом хрупкий баланс между исчезающей природой и цивилизацией. Между возможностями увидеть собственными глазами уникальные природные объекты, отдохнуть на их территории и не стать при этом причиной их исчезающими. По стране и Ульяновской области, в частности, доля экотуризма в туристической отрасли составляет 21%. В прошлом году посетить наши природные заказники и памятники природы приехало 110 тысяч человек. В этом году по национальному проекту туризма и индустрии гостеприимства будет продолжаться благоустройство дохпляжей. В Завожском районе областной столицы и в туристической деревне Артекова Чердоклинского района.